Господа, всех приветствую на своем канале. Сегодня будет выпуск о метро Индии, о том, что к чему, все расскажу непосредственно на своем примере, как мы им пользовались и все в таком языке. Значит, во-первых, относительно оплаты. Какие у вас есть варианты? Вот вы прилетели, да? У вас есть возможность взять либо жетон, либо travel card. Ты говоришь, что-то третье еще там есть, да? Туристическая карта. Это мы ее взяли? Нет, мы взяли travel card. Трэвел карта, это туристическая карта в первой? Нет, travel card это питьевая карта на нашей линии, проездной. Трэвел это путешествие? Трэвел это проездной линии. Туристическая карта это проездной на 1, на 3, на 5 суток. То есть travel card это не туристическая карта? Нет, фиксированная. Общательно. А мы как сделали, называется тогда? Трэвел карта, она теперь применована. А туристическая карта тогда как? Она называется раньше была турист карта, так называлась. Трэвел карта как называется тогда? Давай третья. Жетон, travel card и турист карта. И турист карта. Да. Хорошо, определились. Значит у вас применение? Жетон, travel card и ее применование, она теперь называется ванн. Приходишь на кассу, да, и говоришь, не пожалуйста, ванн карта. Ванн трэвел карта. Ну, нет, ванн, потому что турист карта, она и турист по-другому, и называется по-другому. Она лежит в другой стопке у него там. Короче, приходите, так говорите, ванн карта, на ней написано ванн. Ванн карта. Вот этого надо. Объясню почему, значит, вот вариант у вас три, либо туристическая, либо вот эта вот ванн карта, либо жетон. Значит, жетон, он намагничивается на одну поездку, так сказать. В чем суть? Вы, значит, в определенной станции. В определенной станции, да. Вы, вот что жетон, что карта, не важно, значит, приходит. Что вас ждет? Во-первых, вас ждет жесткий досмотр, так скажем. То есть на всех станциях, всех входящих досматривают, и рамка металлическая, и вещи у всех отдельно, по транспорту, значит, приезжают, досматривают. Ну, как по транспорту, на каждой станции так, то есть готовьтесь, как бы, нормально, имейте, значит, проходите вот этот досмотр. Дальше стоят, ну, как это называется, ну, как в метро, там, как в интернете, когда прикладывают турникеты. А? Турникеты. Турникеты, да, вообще, сложные, вот остальные, видимо. После того, стаканчик, колбон, какая-то, конечно. Ну, может быть, значит, стоят турникеты, если у вас жетон, прикладываете к турникетам жетон, если карта, прикладываете карты. Деньги не снимаются, деньги снимаются на выходе. То есть вы приложили, прошли, доехали до нужной станции, и вот на выходе у вас точно такие же турникеты будут. И вот там уже, если вы, допустим, жетон, вы его туда опускаете, опускаете, да? Да. Вот опускаете, все, вы доехали до нужной станции, опустили жетон, все, он разовый. А с картами, значит, такая фигня, что вы прикладываете, и вот на выходе у вас уже списывают деньги. Значит, в чем разница, значит, туристическая карта, она на какое-то время, да, там, я такой день, неделя. Без лимит, да, потому что сутки трое-пять. Сутки трое-пять, без лимит, на вот это время туристическое. Ну, то есть, если вы больше пять суток, вам выгоднее брать именно лан-карт. Даже если вы на сутки, выгоднее лан-карт, да? Ну, в принципе, да. Если вы не собираетесь, значит, что на сутки стоит 200 рублей. Да, значит, на 200 рублей можно столько-то... То есть, какая карта, мы вот три дня катаем, да. Да, поэтому берите лан-карт, ну, на 200 рублей я буду укатаясь. Поэтому лучше взять лан-карты, чем вот эту трэвл-карту, а не трэвл-карт. Ну, на трэвл-карт, просто лан-карт называется она. То есть, я сказал, а не трэвл-карт. Берите лан-карт, а не трэвл-карт. Ну, что там туристические карты? Я их в лан-листе уже и сказал вот так. Короче, берите лан-карт. Да. Потому что там оплата непосредственно за поездки. То есть, сколько проехали, что вы заплатили. На выходе у вас снимаются. Значит, стоит она 500 рублей. 50 рублей – это стоимость самой карты? Вам, как бы, когда уезжать будете, издать? Я же сказал. А? 50 – это залог, а все остальное, сколько надо, сколько ты положите на карту. А, вы же не взяли 500? Нет, я просто сказал 500, и все, да. Стоимость карты 50 рублей, а когда будете уезжать из Дели, вам эти 50 рублей вернут. Ну, то есть, вы можете с собой карточку ввести, конечно, как память. А можете сдать, вам 50 рублей эти вернут. То есть, она, как бы, денег не стоит, грубо говоря. Вы 50 рублей сплатили. Если нужно, сдали карточку, вам 50 рублей вернули. Поэтому она бесплатная, по большому счету. И на нее непосредственно деньги хватит. Надо было, кстати, хватить больше, потому что мы за три дня наездили уже 0,4 на корпус. Я не знаю. Мы не знали, да, сколько чего. Ну, мы катались с утра до вечера целый день недавно. А мы пить карту вот скатали в какой-то момент. Ну, не пить карту, а 400. Еще больше, а слава с ним, да. 400 рублей скатались за три дня. Вот, значит, оплата идет очень справедливо, как мне кажется. А натишнадр еще стоит дешевле, чем прожитон. За те же станции, конечно. За те же станции просьбе, а решили, ну, быть, как. То есть, если вы в Дэбе хотя бы на несколько дней и больше, то вы выбираете, конечно, брать полную карту. Потому что еще и поиски решили. И оплата идет непосредственно в постоянное состояние. Потому что, ну, например, когда из аэропорта в Россию добирались, ну, первая ветка метро у нас была, там, буквально три станции метро мы проехали. Но расстояние уже немного огромное. То есть, мы, например, в Датфендерах пигачили большое расстояние. И, а, да, и фишка там в чем, там, в некоторых местах, когда вы с линии на линию приходите, ну, вы за каждую линию оплачиваете. То есть, вышли с линии, у вас с ним сняли с карты. Пошли в другую линию, вышли с нее, сняли с карты. Ну, это не везде, потому что есть, я так понял, только в центре, да? Судя по всему, там, где, видимо, сложнее вычитывать, там такая фигня. А так, в других местах, переход с линии на линию, он не разделяет сюда дохлад. То есть, на какой станции она не режется, но вот так суммируется там дальше. Ну, да, суммируется, я понял, да. И вот мы, конечно, в центре доехали, там, по адресу налки было. Кстати, сняли, не помню сколько, но много, так сказать. 60, там, если у нас. А потом мы на второй линии набирались, там, больше 6-ти остановок было, ну, маленькое расстояние. Не с нас, сняли, что-то, рублей 18, что ли, да? Ну, да. Вот, то есть, не за количество станции от плата, а именно за расстояние. Дальше едете, больше хватит, а не в отбычные. Вот, поэтому плата справедлива, меньше, чем по жетону. Ну, и вообще, вот, удобно на самом деле сказать, что я приложил спокойно. Стоимость, указанная на станциях на карте. Ужас как. А, верхняя чертная, это жетон, а верхняя красная по карте. Да. Точнее, вам, как говорили. То есть, схема, схема метро, где не сядь, там у меня вот ценник написан. На каждой станции, сколько бы стоит, вы саранее знаете. Вот тоже хорошо придумали. А, еще, значит, такая фишка, заклониться сложно в метро, потому что, помимо указателей, еще лапти нарисованы на пакулечки, короче, следы от, значит, нужного цвета. То есть, если у вас, допустим, вайлит-лайн, там, или ред-лайн, там, они нужного цвета, в нужном направлении вас летут. То есть, просто по следам идете, и все, сложно забудеться. И эти двери, вот, в резервной формате, где у Е-8 останавливаются, тоже там линии в полоске нарисованы нужного цвета. А, да, да, то есть, желтая, фиолетовая, синяя. За грани, знаете, где остановятся двери, потому что на полу разрисовано направление желтой стрелки, вот прямо у желтой стрелки встаете, там четко будет дверь. То есть, нигде пока он этого останавливается, может, с поездом, ну, пытается, да, некоторые промахиваются, ну, так, немножко, вот. Ну, и, собственно говоря, достаточно безопасный метро, потому что, если, например, в московском можно им упасть, да, просто, да, особенно, если ты пьяный турист выпил от Монка, и, случайно, если шагнул не туда, то, то есть, в московском можно упасть, а здесь нифига так не получится, потому что, ну, Ну, конечно, есть станции, где получится, вот, однолетные, да, вот именно, я живу там, где-то, в определенной станции московской, метро очень темно, ощущение плохое, здесь ощущение яркое. Есть везде, оказывается, есть везде, ну, не везде, вот, я говорю. Оно новое, оно чистое, оно безопасное, оно широкое, все переходы такие, дорога, да, все широкое, на самом деле. Это ты должен нам сказать, или нет? Вот ты меня перебиваешь. Улизы ты говоришь? В смысле тебя забиваешь, как я тебе сказал? Продолжение. Понимаю. Вот, ограждения стоят, открываются и двери, и ограждения открываются, вот, когда конец пришел, поэтому... Как Питерская метро. Чего? Как Питерская метро. А Питерская метро, это и так? Да, на какой-то ветке. А, на какой-то ветке, вот, слышите? На какой-то ветке, а здесь почти везде, они на какой-то ветке. Вот. Вот, вот, отдаленные станции, там, вот, еще построенники, а все остальные уже будут современные. Которые по СКХ не идут, они не оборудованы или другой. Смысла нет, подземная, да. Ну, согласен. Кстати, с нами в виду «Микро», но и надземная, и подземная. Отличный способ зайти на своих «Дели». Задешево. Просто проехали надземными веками. «Метро» началось строить с 2002 года. И вот за 17 лет зафигачили чуть ли не больше станций, чем на московском «Микро». Поэтому, имеете в виду, что для знакомства, например, с городом спокойно сел в «Микро», прокопился, уже общее представление хотя бы будет. Если человек объявляет на двух языках, да, везде информация. Да, на хиндии и на английском везде информация. Ну, естественно, зарядки есть с «Микро», но зарядки прямо, отбилки, не как у нас там, от «USB». Не во всех. Не во всех. Некоторых есть «USB», да. В этих. Не «Бомбардир», а диски. Ну, я понял. Да. А так, конечно, в большинстве именно от розетки, которые с розетками катаются. Розетку Бакуна выезжает телефон. Вот. Ну, наверное, на этом все, да. Основную информацию сказали. То есть, сколько стоит, что брать, какую там карту или жетон, как пользоваться. Да. Главное – не купаться. Все очень просто. Ну, да. Ну, да. На самом деле, да. Мы когда приехали, непонятно было, как и чего вообще. Сейчас в третий день мы уже прекрасно ориентируемся. Да? За короткое время. Поэтому… Вроде город огромный, народу-то фига. Ну, быстро лети у вас начинаешь, на самом деле. Так что, ничего страшного. По ходу не езжайте. Основной французской метро вы отдали. Чего? Не, не помню. Прослушал. Я видел, что направление указателей куда едет – нет. Есть это. На поездках пишут «конечные станции». Да. Везде. На указателях везде «конечные станции». То есть, по схеме сразу смотрите. Не куда вам надо, не только куда вам надо, еще и «конечные станции». Какая же указательное направление. Потому что все направления, они именно «конечные станции» не назначаются. Есть, которые разметляются внимательнее. Да. Есть, кстати, ветки, которые… Синяя ветка метро, она раздваивается прямо. Рогаткой такая получается. И, соответственно, поезда чередуются. Вы смотрите на того, куда поезд идет. Конечная станция зависит. Если такая – это значит одна ветка. Если такая – это значит другая ветка. То есть, они чередуются немножко. А так ходим самым. Да. Я, кстати, понял, почему вы не указываете следующую станцию. Потому что это бессмысленно. Но теперь только после того, как мы сегодня проехали, я понял, почему именно «конечные» становятся. А не как в московском. Угу. Да, может быть, лапша закончилась. Лапша закончилась? Да есть. В общем, холодно – закончилась лапша, поработаете бессмысленно с тобой. Человек работает только за еду. Еда кончилась – все, не? Если будут вопросы по метро, пишите в комментариях, постараюсь ответить по мере возможности. Ну и конечно подписывайтесь на канал, потому что будут новые выпуски, наши переключения в Индии продолжаются. Если понравилось видео, если информация была полезной, то ставьте лайк. Ну а на сегодня все, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok